Харбин по субботам Субботник Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Уважаемые друзья, коллеги, жители города Налянь и его гости и субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Но меня удивило другое, то что в Китае есть университет где учат художники, есть институты где учат художники, но нет художественной школы и нет колледжа. И те великие сегодняшние китайские художники, они во многом учились в России, в Санкт-Петербурге, в Москве. Но в России существует художественная школа для детей. Существует художественное училище уже для старших поколений. Они готовят художников, которые будут учиться уже в институте и в академии. В России есть художественная школа для детей. И есть художественная школа для детей, которые учат художественную школу. Господин Чень задумал интересную вещь, такую как организовать в городе Харбин первую художественную школу. В эту школу, вот как в России, ходят дети с 10-11 лет и учатся 4-5 лет, а потом уже идут дальше учиться. Это называется дополнительное художественное образование, начальное дополнительное художественное образование. Затем после художественной школы, дети идут учиться в колледж, художественное училище. И только после института они уже попадают в академию. В городе Красноярске, в Красноярском крае, этот полностью цикл есть 40 художественных школ детских и одно художественное училище, которое есть институт и академия. В городе Красноярске всё равно, если нет природы в 19-11, вы получите более�리nehmen, то есть ли весьbulго вида? Интереснейшего человека, господина, чем неравнодушного, он тоже хочет, чтобы дети учились, получали художественное образование. Мы что сможем, то попробуем сделать, вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»